привет друзья я на тех самых торф карьерах больших здоровых которые начал исследовать уже третий год как и вот как раз таки в том году я вы видели этот фильм труднодоступная карта болотина в которой я залез туда забрался продрался где в принципе концентрировалась утка но это был уже октябрь то есть начало октября сейчас вот конец августа поэтому я хочу попробовать вот этот вот канал здесь я хочу попробовать поизучать дальше в общем-то смотрите как получается вот этот канал то есть здесь за ним вот за этой косой еще один канал и выход туда уже на большие вот эти торфянники сетью таких канальчиков луж озер больших разливов и так далее вот это все там и птица вероятно всего конечно сидит тоже там и мне моя задача туда добраться так вот за этим вот каналом вот он идет есть еще один и чтобы туда дойти нужно аж вот туда практически до конца до леса идти вот там заворачивать направо и возвращаться ну то есть где-то по расстоянию это получается около полу километра вот так вот ну 450 здесь вот я чего придумал есть вот такой мосток точнее сказать но это шпала какая-то набитая друг на друга и вот мне буквально за эту косу надо просто ну перелезть естественно у меня шмурдяк то есть вот все это рюкзак лодка моя это уфимка многострадальная ружба и чучела вот я сейчас буду по очереди проверну эксперимент по очереди буду таскать почему я не понимаю как я это буду делать уже когда стемнеет а возвращаясь я обычно вы знаете по темно ну как-нибудь с фонарем хрен узнает в несколько заходов сейчас вот так вот и пойду практически безоблачное небо время уже где-то наверно 20 минут четвертого как обычно я всегда заранее чтобы изучить посмотреть куда садится на вечерке выкинуть чучела и спокойно поохотиться ну не знаю должна она тут быть ребят посмотрим конечно всякое бывает и что-то мне не нравится вот эти вот вот пошли перья такие перья очень вероятно что ну не вечером но ночью скорее все пойдет ливень и зарядит надолго это железная примета я вам уже не раз говорил работает железобетон вот вот они перья пошли вот эти вот это отголоски какого-то фронта который идет на нас вот так вот погодник я уже давно не смотрю мне это не нужно это неинтересно они непонятно как и и предсказывают в общем все ребята не теряя время полез туда в дебри на этот мосток первый этап есть ну вот и все все прошло слава богу штатном режиме ребят эти теле пузо одел сразу спускаем загружаемся я весь мокрый жара пока тащил то все это кстати тут довольно таки глубоко я вот смотрю по дну блин тут наверно по пояс где-то будет поэтому надо аккуратно сразу момент пусть заранее хорошо увидел так зачем это сюда какие-то банки вот эти вот все об этом все можно запросто лодку пропороть так ружье чего все ребят ну с богом отвечали красота вот эта красота и все весь мокрый просто ужас но он вообще христи кух жара солнце прям в лицо ничего там не сидит да уже если сидел бы я все и распугал здесь не знаю вроде народу никого вот я на пятаке приехал там на машину чуть дальше этого канала поставил вообще там такой пятак хороший но видно что там с мангальчиками там это все люди там всякие в это бревна дрова отдыхают ну никого вообще никого и все ребят вот то что я вам говорил вот с того аж канала мне нужно было обходить а здесь хопа налево и я уже фактически там на месте и идем туда смотрим в бинокль все в общем все там сейчас все там уже посмотрим на месте глубину ну вот не знаю видно вам нет не знаю сантиметров с 30-40 до проходник хорошо обдувает вот какая но бутон закрыт у нее я не раскрылась вот может действительно к дождю как бы этот дождь нас еще не накрыл бутончик закрыт желтенький там какая-то живность есть жизнь интересно так тут течение есть с этого канала меня прям сносит обратно я не грибу прям вот маленький такой канальчик отсюда протока и прям хорошо так меня сносит он видно как вода идет а это весло вообще застрял давай такой вот так вот камень здесь ну ну спасибо за подарок вот так ребята довольно сложно пробираться тут прям камень узкий проход весь затянуло его и видно что глубоко и одна не достают ах все весло застрял бог снизу еще в камень какой-то давай отпускай отпустила хух пролез вот тут прям вообще поляна вот это интересная лужа потому что дальше она должна вот тут слева соединяться большим озером сейчас посмотрим да 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 куда не интересно у нас я так думаю что будет они летать конечно у нас поздно ночью 3 что присоединилась круг круг делают вон на круг идут они кружат ну в общем понятно вот туда за эти березы и там вот это второе большое озеро не хотел я туда сегодня ребят натопался я сегодня на рябчика не хотел я туда выходить ну раз птицы там концентрируется хотя конечно летать она будет а что же ее подняло то неужели там есть охотники или рыбаки все затянуло все торфяники затянуло резко но это и хорошо кормовая база есть в наличии все в порядке далеко грести обратно ну чё поделать а если там птицы есть в конце концов здесь мы уже с вами ходили эту лужу большую и вот сейчас будет тоже довольно сложновато сейчас я в грызу сюда все не так пошло как планировалось все совсем не так пошло а все 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 вот эта красота вот эта красота где-то вот там на том высочки на той бровки я и не так я и сидел тогда первый раз когда в этих на этой карте охотничий а вот там сейчас проход будет на то второе озеро давайте туда доплывем в принципе тоже непонятно сюда вот вылазил вылезать вот вот сюда прямо здесь как-то лодку не знаю что тут за берега вообще но уж очень плотный тростник по крайней мере с этой страной не знаю как здесь вот с этой сейчас посмотрим я думаю что тут может быть и твердо даже на всякий случай сразу не ничего не сидит тут ну на в прошлый раз был поинтересней не ну тут явно охотники кыш сидели да явно вот эта трава да вот прям посмотри да это вот это прям чья-то засидка здесь да 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 это прям чья-то хорошая засидка прям очень интересно кстати а вот здесь вот хороший проход да ребята смотрите-ка вот эта красота вот эта красота ребят вот эта бровка вот эта бровка и лодку затащить и чучела выкинуть сладки господи нашел нашел я место чье-то место охотничьи кто-то уже все вытоптал естественно вот такая спящая как раз тоже отлично глубоко как осторожно и засасывать главный зараза сразу вонючая все туда моментально вот такая красота ребята ну красиво сидят ну это прям сказка здесь мы мужики смотрят они везде стояли здесь пожалуйста Пожалуйста Чайки пошли Хорошо, что не утка Кстати, пока высаживал Стороной утка прошла Ну, ребят, это просто повезло И вот Мил человек Если ты меня смотришь Я знаю Местные мужики Некоторые меня смотрят И понимают, где я нахожусь Вот за это Вот за все, вот за это Вот за этот скрадок И искусственное То есть искусственное укрытие Из естественной растительности Вот это все организовано Вот тут, видимо, сеточку натягивали Ну, я подозреваю, что весной Пацаны здесь Мужики сидят И на открытии, наверное Вот за эту косу, за берег Вот от души просто Вот всего, просто всего И, разумеется, ну, ни пуха, ни пера на охоте Прям спасибо от души И главное, что Пожалуйста Любой охотник может Вот так вот сюда Дойти на лодке Разместиться Вот, вот это, ребята Вот это охотничья этика Это охота Видно, что Ну, человек явно Не первый раз Как говорится На охоте находится Подвязал веревкой Перегнул тростничок Казалось бы, да, чего-то Колья вбил И все И вот она красота И вот у тебя Вот ты сидишь Сзади вот так вот Трава Тростник Сбоку тростник Там у нас солнышко Еще пока В небе Довольно-таки высоко Время у нас Пять часов Вечера И вот, пожалуйста Вот она Вот они Чучалки сидят Вот она Присада моя Вот выбросил И сиди себе Охоти Пожалуйста Не хочу Прям вот еще раз От души Во, вообще Красота И главное Никого Вообще никого Но если Хозяин появится Здесь Разумеется Я уступлю Потому что Там еще есть Местечко Куда тоже Я посмотрел Можно сесть Там правда Более То есть На возвышенности Лицо будет Она срисовывать А так вот Нагнулся И хорошо сидишь Он там Чайки кружат Чего они там кружат Рыбачат Они Или что они там делают Ну короче В общем Живность какая-то есть И то хорошо И видно Что да Видно Что ну здесь Прям такое Здесь утиное Место тоже Не тронуто Пока еще Этими торф Разработками В общем Ребята Все Это прям Я очень рад Что Сюда заплыл И мужики Вот так тут Все оформили Явно тут Хорошо Наверное На открытии Это самое Постреляли Гильзы Тут все В порядке Все на месте То есть Хорошо Ну главное Что вроде бы Ну есть какой-то Мусорок Но это Ерунда Это все Органика Бумага Так Довольно-таки Чистенько Что я заметил Просто прекрасно Ребята Сейчас я буду Пить чай Отдыхать Потому что Жарко И вот Вот То что я вам Говорил Потянулись Вот эти перья Ну пока Ничего дождя Не предвещает Дай бог Чтобы он Если был То уже Когда я на берегу А если так Накройся Он плащ-палаткой Нормально Все Ждем вечерку Ребят Может что и подлетит Сейчас будем В монок работать Не пуха нам Ребят Как Крым Два Три Нормально Нормально В Нормально Пока Дай не ну там вот приплыли какие-то две утки очень далеко там я даже не вижу что это за утка на мирно непринужденно кормится им абсолютно все равно на чучела на манок на какую-то стрельбу оттуда все спокойно там под тем берегом все спокойно у меня тишина ребят не пролете к ничего вряд ли они конечно сюда вообще подлетят под плывут ну пусть кормится я думаю что она вся туда и осядет в итоге почему бы вот в эти чучела бы не сесть я не понимаю и здесь кормите себе на здоровье кто мешает нет ну они там далеко подплывать не собираются подлетать тоже ну ладно подождем посмотрим что дальше будет мне кажется они как там и будут сидеть четверка прошла на кислороде высоко на чучела ноль реакции ну какая-то движуха началась хотя бы уже радует ух ты вот это да вот она подсела и плывет сюда вот так ближе в принципе не будем вставать и бить далековато на нормально вот так вот даже не улетела дойдет наверно ну ребят классика прям красиво зашла очень красиво она зашла вроде доходит я встал даже не срисовала представляете не улетела я думал хоть подымется все вроде чисто битая вот поменял сегодня патрона а то эти фетер все я больше не пух не использую ну вот так вот дойдет 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 сама я не буду добирать голова в воде все дойдет ну вот друзья вот это я понимаю вот он классика классическая подсадка в чучела все по науке все по красоте а эти две там так сидят им хоть бы что выстрел не выстрел лежит вроде бы это кряк вода это наша кряква может селезень кряква и не знаю потом посмотрим вот так вот чучалки работают прекрасный закат солнышко тому же на закате вот такое вот ярко оранжевое где-то оттуда еще что-то мне вот крякала а это прям по классике откуда-то подлетела и подсела пожалуйста вот эта одиночка видимо мотылялась мотылялась может и монок дал свой результат прям классика и она она я встал я даже при встал ружьем повел она так и сидела она так и сидела я ребят не сторонник чтобы там куда-то упархивала куда-то бить если дается дичь не срисовала тебя забирайте тоже вот не надо вот эту спортивность забирайте чисто с воды вот прям лучше чисто битая утка птица чем потом бегать плавать куда-то на лодке по темно за подранком и не находить его сколько я вот так вот на охоту приплываешь пузанка вверху лежит уже все там гниет все это ну зачем он чисто битой птицы все запомните вот кто начинает охотиться в охоте никогда не было нет и не будет понятия спортивности мы не спортсмены ребят мы охотники птицы добыта разрешенным образом методом все пожалуйста классическая подсадка в чучалке красота охотимся дальше время 15 минут восьмого ждем может летать начнет может еще чуть под сядет ухты похоже на журавлей ничего себе журавли пошли да это что значит кормусь пойдет где-то крякает мне ну вот оттуда она так и сидит там а может это охотник сидит так ну ребят рассказываю новости значит новости следующие у меня закончился на налобной камере пауэрбанк все это что надо еще где-то стреляет обалдеть значит закончился пауэрбанк и в принципе утка начала ну как я и предполагал летала уже потемн бабахали везде где-то по краям бабахали где-то над головой у меня пролетали крылья в общем особо даже снимать было нечего больше никакой подсадки я уже собрал чучела все снялся с этого прекрасного места мужики кто делал еще раз вам прямо души спасибо вот я принципе около нашего трофея я не понимаю это я вот не вижу это чирок или не чирок ну сейчас посмотрим вот я уже подплыл чучела собрал вот такая вот прям резко вообще да и ничего не вот это прямо ну это прям кайф сейчас попробуем я попробую снять вот так вот как-нибудь конечно крайне сложно потому что нет налобной камеры ребят я снимаю вот это на эту большую камеру попробуем к нему подплыть и достать я вам покажу не знаю тут сейчас вам не видно будет конечно мне очень тяжело да это прям классическая утка кряква ну такая она молоденькая все нормально вот сегодня вот такой вот трофей у нас с вами классическая подсадка в чучела ну что тоже трофей все прекрасно значит до этого гоголь был я считаю охота состоялась и здесь тоже по одной вот так вот и набирается к зиме к праздникам новогодним на стол дичь подать всегда так и есть все отлично ребят я плыву обратно потому что ну вот сами видите да это уже все а место мне не особо то знакомо ну так по наитию сейчас пойду по памяти сейчас она будет у нас где-то подыматься все я разворачиваюсь с полем на берегу еще пару слов наверное скажу вам на прощание ребят потому что у меня там вы знаете предстоит конечно через мостик это то может я все-таки не буду рисковать да по каналу пойду с этим мостиком навернуться оттуда посмотрим в общем увидимся на берегу ребят луна просто запредельная багровая луна такая не совсем в камеру передается ее реальный цвет он прям реально кровавый сейчас и и говорит это тоже одна из примет все-таки скорее всего завтра все изменится по погоде начнутся ливни продолжительные и вот эта луна она мне светит в спину я сейчас просто развернулся ее снять вот это вот просто красоту таинственную потихоньку я приближаясь к своей цели до берега мне еще половина пути где-то примерно но вот не мог не остановиться и не показать вам вот эту вот красотищу которая в спину мне светит и помогает пойти потихоньку добраться до берега все-таки не так темно сейчас кругом просто сплошная резко везде по кругу там луна оттуда я плыл вот вот сейчас через нее и продираюсь обратно ну ребят я уже на берегу добыта сегодня вот такая вот у . это классическая охота наша классическая кряква самка молоденькая такая самочка ну вполне себе ничего на шулюм вполне себе пойдет опять же от нуля я ушел сегодня ребят с полем классика подсадка в эти же мои краснодарские дешманские абсолютно чучела не знаю уж манок среагировал или что-то в общем подсела она классические была добыта с воды вот то есть все нормально я считаю что охота состоялась птица по ощущениям летала крайне нехотя и уже потемну ну и так как у меня там такой ограниченный я его назвал бункер потому что там действительно садишься в такую ямку и окружен вокруг тростником вот этим скротком замечательным из из природных материалов сделанным из того же тростничка и вот ты сидишь и как бы у тебя выше головы сам этот вот тростник все это поросли ты просто не замечаешь когда она пролетает над головой тут все-таки открытое нужно но потом я уже встал и у меня как раз разрядилась то есть я не зарядил этот пауэрбанк я не питаю камеру налобно от батарейки всегда пауэрбанк в кармане вот этом потайном вот и тут смотрю все камеры не работает думаю в принципе там уже и снимать особо было нечего бабахи начались где-то в районе восьми вечера где-то вот так вот и полчаса всего лишь вот эти были пролеты она летала мало не знаю где тут птицы ну где-то бабахали это конечно далеко не крайние мои выезды сюда на эти вот интереснейшие я считаю торфянники вот эти охотничьи карты потому что тут изучать еще и не изучать у меня я надеюсь появится более так скажем проходимый транспорт и тогда я смогу пробраться в такие дикие совершенно места вот прям в глушь-глушь и там есть одно озерцо я по спутнику и карте посмотрел но не озерцо такая болотинка она закрыта со всех сторон лесом там лэп идет еще вот это вот насыпная какая-то коса в общем по которой как-то туда можно проехать наверное я не знаю изучить разведывать вот это место чучела высадить вот там я думаю ребята вообще но это еще все впереди поэтому вот так вот ребят большое спасибо что смотрели вот такая сегодня охота получилось и я сейчас вот выходил когда я очень поздно уже на берегу и слава богу что я на берегу потому что я потерял ну еще вот так вот визуально не помню потерял проход среди вот этих вот кустов среди этих луж проход на канал в итоге в общем искал я вдоль этот проход в итоге пришлось открыть спутниковую карту и смотреть где я нахожусь хорошо телефон с собой вот принципе тоже ребят учтите такой момент все-таки не гнушайтесь брать с собой гаджеты чтобы хоть как-то вернуться но ничего нормально и уже не по мостику поэтому а я все-таки оплывал ну не стал я рисковать еще не хватало шлепнуться подемну туда в общем ребят большущей вам удачи вот таких же желанных вам трофеев не жадничайте 1 это лучше чем ничего спасибо что смотрели и пока увидимся удачи